Послание к Ефесянам святого апостола Павла Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Брат сказал, почему отче нет у меня сокрушения? Старец отвечал, потому что нет у нас страха Божия, и что, соделавшись вместилищем всякого зла, мы презираем страшный суд, как простую мысль, ибо кто не сокрушится, слыша слово Моисея, которое от лица Божия говорит о грешниках, «Огнь возгорится от ярости Моия, разжется до ада преисподнего и прочее». Также слово Исаии, который говорит, «Кто возвестит вам, яко огонь горит, кто возвестит вам место вечное, изыдут и узрят трупы человеков, приступивших мне, черепь бы их не скончается, и огонь их не угаснет, и будут в позор всякой плоти, и Еремии, который говорит, «Дадите Господу Богу вашему славу, прежде даже не смеркнется, и прежде даже не приткнутся нозе ваших горам темным, и пождите света, и там усень смертная, и положения будут во мрак, и опять слышите сия, люди, буи, не имеющие сердца, и же имущие очи не видите, и уши не слышите, меня ли не убоитесь, рече Господь, или от лица моего не устыдитесь?» Кто не ужаснется, слыша слово Иезекииля, который говорит, «Ныне изблизу излию гнев мой на тебя, и скончаю ярость мою на тебе, и усужду тебя по путям твоим, и дам на тебя вся мерзости твоя, не пощадит око мое, и не помилую, и познайше яко, аз Господь, бияй». Кто не сокрушится, слыша слово Даниила, подробно описывающего день страшного суда, зрях, говорит он, донди же престоле поставишися, и ветхий день меседи, река огнена течаше, исходяще пред ним, тысяча тысяч служащего ему, и тьмы тем предстояху ему и прочее, «Вострепета дух мой в состоянии моем, аз Даниил, и видение главы моей смуща хумя». Кто не убоится от слов Давида, который говорит единую глагола Бог, «Двое сия слышах, за не держава Божия и твоя Господи милость, яко ты воздася, кому жда по делам его». И Экклезиаста, который говорит, «Конец слова все слушай, Бога бойся и заповеди его храни, яко сие всяк человек, яко все творения приведет Бог на суд, о всяцем погрешение, аще благо и аще лукаво». Кто подобное сему слыша от апостола, не вострепещет, всем боявиться нам подобает предсудищем Христовым, да приимем кижда, я же с телом садела, или благо, или зла. Кто же не оплачет неверие нашего и ослепление души нашей, что, слыша все сие, мы не каемся и не плачем горько о таком нерадении и такой беспечности нашей, которую, провидя, Иеремия говорит, «Проклят человек, творяй дело Господне с небрежением». Ибо если бы мы имели попечение о спасении душ наших, то трепетали бы Слово Божие и старались бы исполнять заповеди Его, от которых спасение. Но мы, слыша Слово Господа, внидите узкими враты, вводящими в живот, предпочитаем пространные и широкие, вводящие в пагубу. Потому когда придет Он с небес судить живых и мертвых, мы услышим от Него, «Идите от Мне, проклятый Его огонь вечный, уготованный дьяволу и акгелом Его». И сие услышим мы не потому только, что творим зло, но и потому, что не родили о добре и не миловали ближнего. Если же к тому же творим мы зло, то как стерпим день он и страшный, так беспечно проводя жизнь свою? Древним сказано было через Моисея «Не прелюбы сотвори, не уби». Господь же, видя, что сегодня достаточно для совершенства христиан, говорил «Аминь глаголю вам, якоаще не избудет правда ваше паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Божие». Потому заповедал нам освящение души, через которое освящается и тело, и с искреннюю ко всем любовью, коим можем стяжать любовь и к нему, чему образцом он показал сам себя и учеников своих, как часто было говорено. Какое же оправдание можем мы принести в день тот, имея такие примеры, и все оставаясь в нерадении, оплакывая нас, сподобившихся такой благодати и живущих в такой беспечности или лучше преисполненных всякого зла, Иеремия говорит, «Кто даст голове моей воду, и очи сем моим источник с лес, и плачася день и ночь о народе сем?» О нас же говорит и Моисей, «И еди, Иаков, и насытися, и отвержися возлюбленный, и прочее». И Михей, «У люти мне души, яко погибе благочестивый от земли, и исправляющего в человеческих несть, кижда ближнего своего озлобляет, и прочее». Так же и псалмопевец, «Спаси мя Господи, яко скуде преподобный, и прочее». И апостол, оплакывая нас, говорит, «Несть творяй благостыню, несть даже до единого, гроб отверст гортань их, и прочее». Провидя такую жизнь нашу, он писал так же Тимофею, «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люто, будут бы человеческие самолюбцы, сребролюбцы, величавые, образ имущие благочестия, силы же его отвергшиеся». «Горе оба нам! Мы дошли до последней меры зол. Ибо скажи мне, кто из нас невиновен в тех предсказанных грехах, и не исполняется ли на нас то пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли вещелюбцы? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятливы? Не все ли изменники всякой добродетели? Не все ли поносители? Не все ли дерзкие? Не все ли братоненавистники? Не все ли величавы? Не все ли завистливы? Не все ли горды и тщеславны? Не все ли лицемеры и хитрицы? Не все ли нерадивы и беспечные о заповедях Спасителя? Не все ли мы исполнены всякого зла? Не все ли мы стали храмом идолов вместо храма Божия? Не все ли мы стали вместилищем злых духов вместо Духа Божия? Не все ли мы из сынов Божиих соделались с сынами гиены, и никто да не негодует, слыша сию истину? Ибо и те беззаконники говорили тогда, единого Отца има мы Бога, но услышали от Спасителя, вы Отца вашего дьявола есть те, и похоть у Отца вашего хощете творите. А мы разве не услышим от него подобного, будучи равнопреступниками его заповедей? Апостол называет сынами Божиими, вводимых Духом Божиим. Елицебо говорит, Духом Божиим вводятся сии суть сынови Божии. Вводимые же Духом познаются от плодов духовных. Итак, посмотрим, есть ли у нас плоды духовные. Плод духовный есть, говорит тот же апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Есть ли же и в нас такие добродетели, и можем ли мы называться сынами Божиими? Господь научает, что рожденное от Духа Дух есть. Мы же соделались плотьми, походствующими на Духа. Потому праведно услышим от Него, неимать Дух мой пребывать и в человеческих сих занесуть плоть. Как же можем мы даже называться христианами, не имея в себе ничего Христова? Может быть, кто скажет, я имею веру, и вера я же в Него, да влеет мне ко спасению. Но пусть послушает таковы, что говорит апостол Аков, и бесы веруют, и трепещут, вера без дел, мертва есть во себе, как и дела без веры. Истинно уверовавшие во Христа и всего Его, вселившие в себя через заповеди, так говорили, «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос. А я же ныне живу во плоти, веру и живу, Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». «Потому, страдая за Него ради спасения всех, как истинные ученики Его и искренние хранители заповедей Его, говорили, укоряем и благословляем и прочее, ибо слышали от Него, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Так через слова и дела обнаруживался действовавший в них Христос. Мы же во всем поступаем против Его заповедей, потому исполнились всякой нечистоты и лукавства, и соделались вместо храма Господня храмом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени Духа Святого – семенем лукавым, вместо сынов Божьих – сынами беззаконными. Ибо, оставив заповеди Господни, работаем злым духом через нечистые страсти и прогневляем святого Израилева. Потому великая Исаия, оплакывая нас и вместе желая восстановить нас от падения нашего, вопиет, что еще уязвляется прилагающее беззаконие, всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль. И потом далее говорит «Оставится через ионя, яко куща винограде, яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюймы». Такое же опустение души нашей показывая, апостол говорит «И яко же неискусише имейте Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное». Потом прибавляет «Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков» и прочее. Намекая на сие же опустение, и Господь говорил «Иерусалиме, Иерусалиме», избивши пророки, и камень им побивали посланные к тебе и прочее. Исайя же, опять провидя, как мы, монахи, совершая только внешние службы нерадимы в делах духовных и остаемся ослепленными, говорил «Услышите слово Господне, князи судомстии, внемлите закону Божий, люди гуморстии, чтоми множество жертв ваших, и спустя немного руки бы ваши исполнены крови». По элику «Ненавидей брата, человекоубийца есть», то всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Бога. Еще издалече обличая наше лицемерие, Господь говорил «Люди сии уснами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуи же чтут мя». Также и то, что Господь говорил в обличении фарисеев, относится к нам, лицемерам, которые, сподобие с такой благодати, живем еще хуже тех. Не связываем ли и мы бремен тяжких и неудобоносимых, и не возлагаем ли их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не творим ли и мы всех дел своих, да видим и будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах и целований на торжищах? Не любим ли и мы звать и сего человек учителю-учителю, и не вооружаемся ли злобно против тех, кои не воздают нам такой чести? Не взяли ли и мы ключ разумения, и не затворили ли царствие Божие сами, не входя, и другим не давая войти? Не переходим ли и мы морей и суши, чтобы сделать одного паразелита, и, когда, бывает, делаем его сыном гиены, сугубейшим нас? Не слепые ли руководители и мы, отсеждающие комара и верблюда пожирающие? Не внешние ли только скляницы и блюда очищаем и мы, а внутри же исполнены хищения и нечистоты? Не устрояем ли и мы гробы мучеников, и не украшаем ли рак апостолов, а сами подобные и избившим их? Не гробы ли повапленные и мы, совне являющиеся людьми праведными, внутри же исполнены лицемерие и беззаконие? Кто же не восплачет о нас, когда мы таковы? Кто не возрыдает о таком нашем растлении? Сыны сиона честные, в менихом сяяко сосуды скудельные. На зареи иноки, сиявшие пачи снега, соделались эфиопами, белевшие пачи млека, почернели пачи чернил. Обрачился пачи сажи, вид наш за умножение беззаконий наших, пачи беззаконий Содома. Сыны дня и света стали сынами ночи и тьмы, сыны царствия — сынами гиены, сыны вышнего, яко человеки умираем, и яко един от князей падаем. Преданы в руки врагов беззаконных, то есть злобных демонов, и царю неправедному и злейшему на всей земле, то есть их князю. Ибо согрешили, беззаконовали, неправдывали, приступив заповедь Господа Бога нашего и ни во что вменив кровь завета. Не предашь нас до конца имени ради Твоего, Святого Господи, и не разори завета Твоего, не остави милости своей от нас ради щедрот Твоих, отче наш иже и си на небесех, и благоутробия ради единородного Сына Твоего, и ради милости Пресвятого Духа. Не помяни беззаконий наших древних, но скоро да предварят ныщи дроты Твои Господи, як в обнищах им зело. Помози нам, Боже Спасителю наше, слава ради имени Твоего. Избави нас от беззаконий наших и помилуй нас, человеколюбие ради единородного Сына Твоего, восседшего человечеством одесную Тебе. Да даруешь нам твердое упование спасения ради честной крови Его, которую излил Он за живот мира, ради святых апостолов Его и мучеников, проливших кровь Свою за имя Его, ради святых отцов, пророков, патриархов, кои подвязались благоугодить Тебе. Не презри моления нашего и не остави нас в конец, не на правды наше надеясь, но на милость Твою, которую покрываешь Ты рот наш, умоляя и мы просим благость Твою. Да не будет нам в суд установленное во спасение наше единородным Сыном Твоим таинство. Не отвержен нас от Твоего лица, не возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот очисти беззаконие наше, да неосужденно представ пред лице славы Твоей сподобимся покрова единородного Сына Твоего, ей, Владыка, всесильный Господи, услышь моление наше. Разве бы Тебя и нога Бога не вемы имя Твое именуем? Выслушав все сие, брат пришел в сокрушение и сказал старцу, сколько вижу я, отче, нет мне надежды на спасение, ибо беззакония мои превзошли главу мою. Скажи же мне, прошу тебя, что мне делать? Старец сказал ему в ответ, «Спастись от человека невозможно, у Бога же вся возможна суть, как говорит сам Господь. Предстанем же лицу Его во исповедании, поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем сотворшим нас, якутой есть Бог наш, и мы люди Его. Ибо сам Он говорит через Исаию, и егда обратився, воздохнеши, тогда спасешися». И опять «Еда не может рука Господне спасти, но грехи ваши разлучают между вами и Богом, и грех ради ваших». Он отвратил лице свое, ежи не помиловайте. «И измытесь, и чистей будете, отъимите лукавства душ ваших и прочее». Потом далее говорит «Ощихощите и послушайте меня, благая земли снести». Также через Иоэль он говорит «Обратитеся ко мне всем сердцем вашим в посте, и в плаче, и в рыдании, и расторгните сердца ваши, а не риз ваша». У Иезекииля читаем «Сыне человеч, рцы дому Израилеву, сице эресте глаголище». Прелести наши в нас суть, и мы в них таем, и как о нам живым быти, рцы им, живу аз глаголит Господь, не хощу смерти грешника и прочее. В Третьей книге царств для показания преизобилия благости Божьей, так говорит пророк Илья Кахаву о винограднике Новуфея. Сице глаголит Господь, понеже ты убил еси Новуфея, и приял еси в наследие виноград его, всего ради таку глаголит Господь. На месте и деже полизаша свиньи, и псы кровь его, таму полижут и кровь твою. И изовель псы снедят в предграде и Израиля. Услышав слова сии, Ахав разодрал одежды свои, облегся во вретище, постился и хождаш и скорбен. И было слово Господник Ильи, видел ли еси, яко умилися Ахав от лица моего, всего ради не наведу зла в одних его. Давид говорит, рех, исповем нами о беззаконии моего Господи, и ты оставил еси нечестие сердца моего. Господь говорит в Евангелии, покайтесься, ибо приближися Царствие Небесное. Когда Петр спрашивал, коль краты, сколько раз отпускать брату, если согрешил он предо мною, отпускать ли до седьм крат, он естеством благий и несравненный в милости отвечал, не глаголю тебе до седьм крат, но до семьдесят крат седьмийцую. Что может сравниться с такой благостью? Есть ли мера такому человеколюбию? Итак, восприимем страх Господень, и от всего сердца обратимся к беспредельной благости и человеколюбию Его. И почто погибаем мы, братья, очистим руки грешные, исправим сердца двоедушные, воскорбим, восплачем и возрыдаем лукавствах наших, уверуем обетованием Спасителя, убоимся угроз Его и возревнуем о соблюдении заповеди Его. Возлюбим друг друга от чистоты сердца, рцем братья и ненавидящим нас. Будем прощать друг другу от чистого сердца, друг другом искушаемые по наветам врага. Противостанем помыслам нашим, призвав Бога с поборники. И с женем из себя лукавых и нечистых духов покорим плоть духу, утруждая ее и порабощая всяким злостраданием. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Будем возбуждать друг друга к любви и добрым делам. Не будем завидовать другим и зверствовать против завидящих нам. Лучше будем сострадать друг другу и со смирением ворчеваться взаимно. Не будем осуждать и подозревать друг друга, ибо мы друг другу уди есть мы. Отвергнем от себя нерадение и беспечность и станем мужественно в подвиг против духов злобы. Ходатая има мы к Отцу и Иисуса Христа праведника, и то и есть умилостивление в грехах наших. Помолимся убоему в чистом сердце и от всей души нашей, и Он оставит нам грехи наши. Ибо близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит. И спасет я. Потому псалмопевец говорит, Пожри Бога и жертву хвалы, И воздашь вышнего молитвы твоя, И призови меня в день скорби твоя, И измутя, и прославишь имя. Также Исайя, разрешай всяк соус неправды, Всякое писание неправедное раздери, Раздрубляй алчущим хлеб твой, И нищие бескровные введи в дом твой, Тогда разверзится рано свет твой, И слава Божия объимет тебя. Тогда воззовеши, и Бог услышит тебя, И ищие глаголюще теречет, Сепри и Дох. Видишь, что если будем разрешать Всякий союз неправды от всего сердца, И спешить на помощь ближним от всей души, То вскоре просветим со светом познания, И славою Господнею оденемся, Вскоре услышана будет молитва наша, И Бог наш всегда будет с нами. Итак, возлюбим друг друга, И сами будем возлюблены Богом, Подолготерпим, и Он подолготерпит грехам нашим, Не воздадим зла за зло, И Он не воздаст нам по грехам нашим. Прощение грехов наших зависит от прощения братья, И милость Господне к нам сокрыта в милости нашей к ближним. Потому Господь сказал, Отпущайте и отпустят вам, И още отпущаете человекам согрешения их, Отпустит и вам Отец ваш небесный согрешение ваше, И опять блажений милостивы, Якоти помилованы будут, И в нюже меру мерите, Возмерится вам. Вот Господь показал нам образ спасения, И дал нам область чадом Божьим бытьи. Теперь уже в нашей воле состоит спасение наше. Предадимся же Господу всецело, Да всецело восприимем Его, Покоримся Ему, И Он разгонит всех врагов наших, Ибо Сам говорит, Аще бы же люди и мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути мое ходил, Не часом же оба враги его смирил бы их. Возверзим на Господа всю печаль нашу, И Он избавит нас от всякой скорби нашей, От души возлюбим всякого человека, Но ни на кого из них не будем возлагать упование нашего. Ибо когда Господь хранит нас, Тогда друзья наши за нас, И все враги наши изнемогают пред нами. Когда же Господь оставит нас, Тогда и друзья оставляют нас, И враги преобладают нами. Равно и надеющийся на себя самого падет падением ужасным, Боящийся же Господа вознесется. Потому Давид говорит, Не на луг бы мой упываю, И меч мой не спаси от меня. Не будем принимать помыслов, Умоляющих грехи наши, И тем отдаляющих прощение их. Ибо если ум наш смущается грехом, Это значит, мы еще не получили прощение их. Потому, без сомнения, Что еще не сотворили плодов, Достойных покаяния, Ибо плод покаяния Есть бесстрастие души, А бесстрастие – Изглаждение греха. Если же мы иногда бываем смущаемы, То, верно, Не имеем еще совершенного бесстрастия, И еще не получили совершенного оставления грехов. От прародительского греха Мы освобождены святым крещением, А от тех грехов, На кои дерзаем по крещении, Освобождает нас покаяние. Покаемся оба искренне, Да освободимся от страсти, И получим оставление грехов. Презрим привременное, Дабы из-за него, воюя с людьми, Не приступить заповеди о любви к ближним, И не отпасть через то от любви Божией. Будем ходить духом, А не будем совершать похоти и плоти. Будем бодрствовать и трезвиться, Отрясем сон беспечности, Поревнуем святым борцам И станем подражать их Ради Господа подвигам. Задние забывая и впредние простираяся, С терпением дотечем путем горячего и ревностного тщания, О воздержании, целомудрии, чистоте, кротости, Сострадании, духовном несмущении, Сердечной теплоте, Нелицемерной любви, Нестяжательности, Мужестве, благостыне, Приветливости. Не будем поблажать склонности к удовольствиям, Не расслабляться помыслами и оскорнять совесть свою. Будем иметь мир со всеми и святыню, И их же кроме никто же узрит Господа. Ко всему же сему добежим от мира и миродержателя. Оставим плоть и плотское, И довостекаем к небесному, Ибо там жительство наше. Будем подражать апостолам и всем святым, Да достигнем начальника жизни, И насладимся в самом источнике Господе нашим и Боге Иисусе Христе, Которому слава и держава Во веки веков. Аминь. Блаженный Феофилакт, Архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 11-14 И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, И, осмотрев все, как время уже было позднее, Вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, И, увидев издалека смоковницу, Покрытую листьями, Пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, Ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, Отныне, да не вкушает никто от Тебя плода вовек. И слышали то ученики Его. Иисус вошел в храм, И скоро опять вышел из Него, Показывая через это, Что Он уже оставляет Его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифане, Что значит дом послушания, Ибо, оставляя непокорных и жестокосердых, Идет теперь с учениками к послушным Ему. Но рассмотрим и повествование смоковницы, Ибо здесь является, по-видимому, Нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, Он требует плода, Когда еще не наступило время для смоков, А еще и то, что наказывает бесчувственное древо. Ибо в том, что Он здесь говорит и делает, Было особенное смотрение. Доселье часто Иисус творил чудеса, Но только на благодеянии людям. Но ученики Его еще не видели, Чтобы Он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, Что Он может и казнить, И что, если захочет, Может в один час погубить намеревающихся распять Его, Он являет свою силу над бесчувственным древом. И чудо было поистине велико тем, Что древо столь сочное и сохло вдруг, Ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что Он алчит рано утром, Это Он попустил плоти своей по особенному смотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с тою целью, Чтобы, как я выше сказал, Показать ученикам, что Он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, Которая имела только листья, То есть закон, доставлявший одну тень, А плода они вовсе не имели. Но Иисус взолкал их спасение. Он говорит, Моя пища есть творить волю пославшего Меня. А эта воля Божия состоит в том, Чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, То она проклята и иссохла, Не имея боли у себя ни пророков, ни учителей. Стихи 15-18 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, Начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, Не написано ли? Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, И искали, как бы погубить его, Ибо боялись его, Потому что весь народ удивлялся учению его. Об изгнании Иисусом миновщиков повествует и Иоанн, Но он говорит об этом в начале Евангелия, Напротив сей Марк, к концу. Потому надобно думать, Что и это последнее изгнание было второе, Что и служит к большему осуждению иудеев, Так как они не обратились, Несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников По причине корыстолюбия миновщиков, Ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, То и названы разбойниками. Миновщики занимались с разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, Который говорит, «Дом мой, домом молитвы наречаться». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 56, стих 7. «Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви. Ибо многие ходят и в нашу церковь, Для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Есть и такие, которые, устрояя и правя дела церковные, Имеют столы полные денег. Они все делают из корысти. Испровергаются также и седалища продающих голубей, То есть престолы архиереев, продающих духовные дары, Ибо голубь есть образ Духа Святаго. Да извергнет Господь такого святителя от святительства, Ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, Кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви. Стихи девятнадцатый, двадцать третий. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, Если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, И не усомнится в сердце своем, Но поверит, что сбудется по словам его, Будет ему, что не скажет». Хотя Матфей и говорит, что смоковница тотчас иссохла, И что ученики, видя это, девились, Впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, Что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем, должно понимать так, «И смоковница тотчас засохла». Тут остановись. Потом читай, «Увидев это, ученики удивились». Когда увидели, не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Ибо Господь через пророков говорит, «Я зеленеющее дерево иссушаю, А сухое дерево делает цветущим». Смотрим книгу пророка Иезекии, Глава 17, стих 24. Но подивись человеколюбию Божию в том, Что и нам, уподобляющимся Богу через веру, Дает чудодейственную силу, Принадлежащую Ему самому по естеству, Так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, Высящийся и упорный. Поэтому, кто видит себя одолеваемым страстью гордости, Тот, стараясь изгнать ее из себя, Искать должен посещение и помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, Что все делает сам, а не помощью Божией. Такой человек должен запретить горе сей, То есть гордости, и сказать ей, «Поднимись и ввергнись в море, То есть в мирских людей, Сущих в море жизни сей, И неверных». Сам же он, да не усомнится, То есть да не отступает от Бога, Ибо гордый отступает от Бога, Говоря, я ничем не обязан Богу И не нуждаюсь в Его помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok